ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ 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 ДИАЛОГ С ДЕЛЬОГ С ДЕКУТА Font ДИАЛОГ С ДЕПУТА Baker ДИАЛОГ С ДЕЛЕ stranger ДИАЛОГ С ДЕЛЕ photographers ДИАЛОГ С ДЕПУТА toll ДИАЛОГ С ДЕЛЕ Если рассмотреть выборы, прошедшие в законодательное собрание, то по одномандатным округам прошли максимально ресурсные кандидаты, ресурсные не в плане авторитета, не в плане людей и населения, а в плане именно финансов. То есть прошли олигархи с огромными ресурсами, у многих состояние переваливает за 1 миллиард рублей. И конечно у кандидата от оппозиции, у кандидата от КПРФ таких ресурсов нет. У нас товарищи конечно имеют доход в сотни и в тысячи раз скромнее и возможность провести выборную кампанию, возможность как-то влиять на результат путем вливания этих средств таких нет. То есть это только агитация, только личная работа, только убеждение. То есть вот как мы видели из прошедших выборных кампаний, ни для кого не секрет, что по информации многие кандидаты от Единой России просто покупают голоса. Это просто дают деньги за то, чтобы человек пришел на избирательный участок. И в принципе мы корреляцию эту проводили, то есть там где явка повышается вечером, они же тоже мониторят, тоже их люди стоят на избирательном участке и собирают информацию по состоянию, как население голосует. И они вот вечером начинают эти технологии включать, когда за определенные средства ряд людей идут и голосуют. Этим занимаются и ктосы, и часть старших по домам. Конечно мы не будем маслом мазать одним всех ктосы и всех старших по домам. У нас есть очень порядочные старшие по домам. Но мы знаем и примеры, когда действительно старшие по домам продаются откровенно, причем продаются за копейки. И я думаю, что выборная кампания 2022 года не будет исключением. Если продолжая разговор о том, чем это грозит, это грозит прохождением Бомбский городской совет коммерсантов, олигархов очень ресурсных, которые идут в муниципальный парламент только для лоббирования своих интересов. Это в части земельных вопросов, в части транспортных вопросов, в части вопросов недвижимости имущества нашего муниципалитета. Ни для кого не секрет, что в районе половины депутатов именно либо занимаются, либо занимались подобными вещами. Ну и конечно, это грозит тем, что наши товарищи, которые действительно годами отстаивают вопросы населения на территории, они могут не пройти по ряду причин, которые я уже ранее описал. Иван Александрович, а вот если сравнивать с прошедшими выборами в Государственную Думу, в Законодательное Собрание, может ли быть повторение тех подводных камней, которые мы встретили в прошлый раз, партии спойлеры, двойники, однофамильцы и так далее? Юлия, однозначно, однозначно, потому что власть обкатала эту технологию на выборах в Законодательное Собрание. По стране всего было 26 двойников и самый максимальный процент двойников был как раз в нашем регионе, в Омской области. И я могу так сказать, что при действующих условиях в нынешней ситуации власть, честно, не может побеждать на выборах. И им, конечно, приходится использовать различные технологии, которые я ранее описал это в части привода людей за определенные средства. Это мы сейчас говорим про ресурсных кандидатов. Ну и, конечно, выставление кандидатов, лже-кандидатов от партий спойлеров, так называемых. То есть мы сейчас конкретно ведем речь про коммунистов России. И на примере выборов в Законодательное Собрание мы увидели, когда у наших четверых товарищей однофамильцы отобрали порядка трех тысяч голосов. Причем власть делает очень хитро. Она подбирает однофамильцев таким образом, чтобы они стояли выше в партийном, не в партийном списке, а выше в избирательном бюллетене нашего кандидата. Это вот как раз пример. Федин Иван Викторович, который проиграл 888 голосов олигарху Кокорину. Это Жуков Сергей Тимофеевич, это Федотов Михаил Юрьевич и Лукина. Причем у Лукиной Татьяны Сергеевны нашли двойника, то есть Лукина Татьяна Ивановна. То есть у нее имя соответствует как раз нашему кандидату, только имя-отчество. Ну и вот как раз из-за имени-отчества Лукина Татьяна Ивановна, лжекандидат, она стояла выше, чем наша Лукина Татьяна Сергеевна. То есть все эти лжекандидаты отобрали порядка трех тысяч голосов, а то и больше. Именно по той причине, что они просто стояли выше. И конечно власть будет, я думаю, использовать эту технологию, потому что ряд кандидатов, как я уже ранее сказал, и не прекращали вести агитационную работу с населением. Это вот тот же Иван Викторович Федин, там ряд товарищей в советском местном отделении, ряд товарищей в центральном, в октябрьском, в куйбышевском местных отделениях. Но опять же у нас есть примеры, когда наши товарищи при участии лжекандидатов могли обыгрывать кандидатов от Единой России. Это вот яркий пример Вениченко Владимир Алексеевич Ткачев Константин Германович, который один на 800 голосов обогнал, Константин Германович на 300 голосов смог обогнать в достаточно тяжелых условиях. Там, где нет двойников, но были кандидаты от коммунистов России, там, конечно, наши товарищи громили. То есть если вот посмотреть округ номер 9, казак Анатолий Антонович, он почти на 1000 голосов обогнал очень богатого ресурсного кандидата Кручинского. Михаленко Максим Леонидович более чем на 1000 голосов обыграл Кузьменко, причем Кузьменко в белом халате. Мы сами прекрасно понимаем, что сейчас врачи это герои, скажем так. Поэтому, я думаю, выборная кампания будет грязная, но областной комитет тщательно готовится к этой выборной кампании. Будут провокации, я думаю. Но наши товарищи уже опытные. Я хотел бы как раз сказать о том, что те ребята, молодые, которые у нас прошли только обкатку на выборах в законодательное собрание, я думаю, они уже на эти выборы подойдут немножко с другой стратегией, с другим настроем. Это тот же Быков Владимир Сергеевич, Сергей Гончаров, который дал замечательный бой Веретено. Это самый наработанный округ вообще. Если брать все округа, это самый наработанный округ. Он по наследству перешел этот округ от отца. Игорь Владимирович депутат уже второй созыв по этой территории. Но я могу сказать, что наш молодой спортсмен Сергей Гончаров замечательно выступил. Я думаю, что у него неплохие шансы в Омский городской совет побороться. Поэтому повторяю, что областной комитет настроен, готов. В ближайшее время мы проведем бюро областного комитета, обсудим вопросы с товарищами, обсудим все проблемы, которые есть в местных отделениях. Ну и уже начнем, скажем так, работать массово именно по всей территории нашего муниципалитета. Иван Александрович, вы до этого обмолвились о том, что в нашей области самое большое количество двойников было. Это говорит о том, что они боятся проиграть нам? Конечно, они боятся проиграть. И мы же прекрасно видели, как уже на протяжении двух выборных кампаний, массовых, которые проходили в нашем регионе, коммунисты России, вытягивают первый номер в избирательном бюллетене. Это было на выборах в Омский городской совет и на выборах в законодательное собрание. Конечно, они боятся. И я еще раз повторяю, что ничего не изменится в этой выборной кампании. Думаю, они будут использовать те же самые технологии. Понятно, что если будет принята новая система избрания Омского городского совета, именно по мажоритарной системе, то я думаю, что Омский городской совет будет двухпартийный. То есть будут представители от КПРФ и Единая Россия. По моему прогнозу. Потому что шансов у кандидатов от ЛДПР «Справедливая Россия», ну и, естественно, у коммунистов России пройти нет. Иван Александрович, последний вопрос. По вашему мнению, с этими подводными камнями, с этими двойниками, спойлерами, как можно бороться и готовы ли наши коммунисты к этой борьбе? Ну, понятно, морально наши товарищи все готовы к проведению выборной кампании в таких условиях. Но наш первый секретарь, Алёхин Андрей Анатольевич, уже ставил перед Центральным комитетом эти вопросы. Более того, после окончания выборной кампании у нас председатель Центральной избирательной комиссии, Алла Памфилова, высказалась на этот счет, что это гнусно, это недопустимо, это мерзко. Вот прям, ну вот подобные фразы были, и действительно, я думаю, до единого дня голосования, до сентября, возможно, наши товарищи выйдут с какой-то инициативой в Государственной Думе, и будет принято какой-то нормативно-правой акт, который будет регулировать эти вопросы. Потому что, действительно, это подлая схема. Я могу сказать, что в 2017 году, когда были выборы, да, то есть только по партийному списку эта схема была, да, то есть, в принципе, двойников-то не было у наших одномандатников, да, были представители от партии спойлер, да. Вот, но сейчас они вернулись, то есть технология 7-го, 12-го года, она возвращается, и, конечно, надо что-то делать на федеральном уровне с этим, потому что это не только в нашем регионе. Вот, я так понимаю, сейчас они обкатают эту технологию и в Саратовской областной думе, возможно, там тоже достаточно жаркая выборная кампания будет, и в других регионах нашей страны. Спасибо вам большое за беседу, Иван Александрович. А я напоминаю, в эфире была программа «Диалог с депутатом». В гостях у нас был депутат Омского городского совета от КПРФ Иван Александрович Ивченко. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. До свидания.